Мамы судорожно завязывают девчонкам банты, а мальчишкам галстуки. Бабушки хватаются за валерьянку, а ребенок понять не может, что за суета сует. Именно так во многих семьях, где есть первоклашки, начинается 1 сентября. Впереди 11 лет школьной жизни. И чтобы школа не стала для ученика кошмаром, готовить будущего отличника нужно заранее. У ребенка старшего дошкольного возраста должно сформировано быть наглядно-образное и словесно-логическое мышление. То есть ребенок должен решать простейшие элитнистические задачи, проявлять свою логику. Одеться, обуться, подготовить письменные принадлежности – теперь это обязанность ребенка. Ведь в школах нет феевоспитателей. Позаботиться заранее следует и о так называемом багаже знаний. Считать, читать, немного писать – все это должен уметь шестилетка. Я умею считать до тысячи. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 999 тысячи. Очень важно, чтобы у маленького школьника были развиты коммуникативные навыки. Также необходима физическая подготовка и положительный психологический настрой. Мотивационно – это про то, что ребенок готов взрослеть. Он готов перейти на другую стадию развития. Что ему уже интересно что-то новое. Ему интересно уже развиваться, учиться, а не только играть. Определить, готов ли ребенок к школе, может специалист в детском саду. Но Екатерина, как психолог и мама троих детей, уверяет – это дело семейное. И последнее слово остается за родителями. К тому же психолог советует не спешить со школой. Шестилетке, ему даже ручку держать сложнее, чем семилетке. И выводить вот эти палочки. Больше напряжения, он быстрее устает. Они не могут так быстро улавливать. Они не могут слушать учителя и одновременно писать. Им сложно. Если чувствуете, что ваш ребенок не совсем готов к школе, можно попытаться, образно говоря, запрыгнуть в последний вагончик и за лето подтянуть эмоциональный, физический и интеллектуальный уровни. Нужно школу представлять в заманчивом, привлекательном свете. То есть рассказывать про то, что хорошего ребенка ждет в школе. Желание пойти в школу, прям желание. Оно формируется даже, когда родители с ребенком идут покупать вместе школьные принадлежности. Совсем не лишней будет игра родителей и ребенка в школу. Единственное, чего следует избегать, так это перегружать будущего первокласску занятиями. Если мы говорим про лето, ну, самое большое, что можно делать, это, например, предлагать ребенку какие-то занятия с крупами. Ну, любые занятия, которые развивают мелкую моторику. Пластилины, глины, природные материалы, чтобы он делал какие-то аппликации. Если родители будут уверены и спокойны, то и ребенок в первый раз в первый класс пойдет с радостью. Я хочу в школу, потому что я люблю учиться. Потому что там это перемены. Потому что хочу умной быть. Потому что там вкусно кормят. В школе уже всю там учат, подготавливают, чтобы хорошо зарабатывать деньги. Мне кажется, здесь тут заслее, чтобы нас не считали малышами, если мы еще в детский сад ходим. В первый день можно положить ребенку в портфель подарок-сюрприз, при условии, что он откроет его только в школе. Ну и, конечно, нужно отпраздновать это замечательное событие. Тогда у ребенка останется приятное воспоминание. Привет, школа!